А лидер оппозиционного блока накануне 8 марта встретился с женщинами из чернобыльских и пенсионных организаций. Правда, разговор получился совсем не праздничным, о чем говорили в нашем материале. Накануне международного женского дня лидер оппозиционного блока Юрий Бойко пришел на встречу с пенсионерами. Здесь собрались ветераны войны и чернобыльцы. 8 марта вас. Счастья, здоровья, чтобы детки были живы-здоровы. Мы вам подарки подарим. Это вам. Это вам. Женщинам внимание приятно. На душе стало радостно. Какой свято началось. Мы такие старики, что хоть трошечки внимания нам. Люди жалуются на низкие пенсии. И это при нынешнем росте цен на продукты и коммуналку. Возмущаются, что кроме этого им еще и льготы отменяют. В том числе и бесплатный пресс-маршрутках. Скажите, пожалуйста, почему ветеранов войны тоже сняли всякие льготы? Почему? Они порезали все социальные бюджеты. Всем надавали каких-то дополнительных денег. Прокуратуре, полиции, Верховной Раде. А ободрали одних пенсионеров. Мы не голосовали за этот бюджет. После повышения пенсии они получили всего по сотне гривен доплаты. А некоторые и того меньше. 56 гривен добавили пенсии. После коммунальных остается без 520 гривен. На хлеб только остается и все. Мы картошку осенью купила. И как консервация. Я больше не нашел, не остается. Так называемая пенсионная реформа. Они изменили коэффициенты. И те, кто имел маленькую пенсию, они на самом деле маленькую оплату и получили. А те большую, кто имел, они получили большую оплату. Это неправильно. Это была глупость дикая. А сколько пенсии у вас? У меня, например, 2,5. А у вас сколько? У меня 1600. Поэтому, считают в оппозиционном блоке, пенсии нужно значительно повышать. Также фракция требует пересмотреть бюджет и уменьшить выплаты на силовые структуры. А эти деньги направить на решение социальных вопросов украинцев. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер.